здравствуйте сегодняшняя передача у нас посвящена вопросу где продавать фермеру мы уже неоднократно отмечали что продать фермеру свой продукт в бюджетную сферу почти невозможно также уже говорили о том что крупных торговых сетях фермеру тоже нечего делать остается одно решение для бедного крестьянина торговать самому на рынке в палатке по знакомым по организации но насколько это возможно какова сегодня ситуация с рынками по факту рынки у нас умирают покупатель с них ушел почти все рынки стоят пустые места на них еще совсем недавно столь дорогие были и возделенные торговцами и фермерами в очередь стояли ведь пустуют покупателю больше нравятся большие супермаркеты где он может погулять по этажам со всевозможными магазинчиками покататься на эскалаторах посидеть в кафе найти различный там досуг но в этих мега магазинах цена аренды торговой точки фермеру не подсильно да часто и не пустят его туда там в каждом из этих крупных центров уже есть какой-нибудь крупный продуктовый магазин который не хочет чтобы рядышком у него под боком был пусть маленький но конкурент ярмарки выходного дня за которые ратуют на всех федеральных каналах власти как панацею для нашей фермерской торговли у нас в городах никто не организовывает нет но никто не против этого формата но только никто ничего и не делает дабы все это как-то заработало так что пока на эти ярмарки наших фермеров зовут лишь в москву и питер но это очень далеко и дорого ехать хотя там все бесплатно раньше было можно держать мелким фермером в городах ларечки сейчас этот формат тоже отживает наши крупные торговые сети имеющие мощную поддержку у городских депутатов мягко говоря убирают ларьки из городов ничего не оставляя взамен поставить палатку в летний сезон или автоприцеп значит где-то вот в городе в принципе возможно но пройти все эти согласования попасть в план размещения стационарных объектов поучаствовать в конкурсе на получение места выиграть еще этот конкурс надо купить само оборудование подключиться к электросетям пройти аттестацию сэс и других разных там наших надзоров коих бесчисленное множество это практически все мало вероятно имея совсем небольшой товарооборот да и часто сезонный ведь как не наторгуешь ведь картошкой в трескучий мороз на улице или мясом на летней жаре нельзя торговать именно поэтому в палатках и тонарах у нас торгуют одни перекупщики и так что мы имеем сухом остатке где продать фермеру свое да практически и негде его никто нигде не ждет ему везде закрывают дорогу как он выживает почти единственной отдушиной у нашего фермера является маргаритинка только там он и зарабатывает практически раз в год хотя там конкуренция как говорится мама не горюй две трети ярмарки это приезжие производители из разных мест всей нашей россии а то и белоруссии и других стран попасть на нее сложно льготную аренду место получить еще сложнее уж не знаю но почему руководство ярмарки значит не подключает районные власти к формированию своих рядов они быстрее бы обзвонили собрали всех своих предпринимателей и покупателю было бы интереснее пройтись по ряду с красноборской шенкурской ли там каргопольской продукции где представлены именно производители тех районов а то у нас получается мы идем по ряду значит алтайской продукции другой а местных никак наши же ведь сделают палаточки для администрации районов и отчитались районы представлены но так ли важно делать презентацию района если производители производители из этого района место то там для себя не нашли для кого ярмарка пока что для приезжих они для своих к тому же было бы неплохо использовать исторический опыт кто знает маргаритинка в царские еще времена проводилась в течение как минимум месяца мы же четыре дня и все нужно увеличивать время ее проведения фермеры и торговля вам только спасибо скажет и покупателям будет удобнее не надо пытаться успеть за эти два-три дня закупиться на целый год можно же вначале походить поизучать сравните цены и качество продукции выгода для всех очевидно но пока губернатор такую команду лично не даст чиновники сами не пошевелятся что еще можно организовать конечно же ярмарки выходного дня пускай сезонные пускай прямо с машин но только не в талагах или не в лесной речке где-то там где предлагает порой мэрия рядом с крупными жилыми микрорайонами чтобы людям рядом с жильем можно было это все купить нужно готовить площадки подводить к ним коммуникации ну продавец должен руки помыть где-то свет включить от чего-то тогда этот формат заработает ведь есть опыт москвы он известен чем мы-то хуже они же тоже с нуля по сути дела начинали надо ломать сопротивление крупного торгового бизнеса и давать мелким фермерам дорогу вроде бы все просто но ничего пока не делается будем работать спасибо с вами был михаил силанцев